Период после Рождества и до Крещения у наших предков считался временем погранича, когда потусторонние силы особенно сильны, и черта между земным и иными мирами практически стирается. Именно поэтому период зимнего солнцестояния известен как лучшее время для гаданий. Святочные гадания – одна из немногих традиций прошлого, которая практикуется до сих пор. Мы решили узнать, у тверичан гадают ли они в святке и какие ритуалы используют. Скажите, верьте ли вы в святочные гадания? Да. По-моему, это было что-то воском на воде. Ну, было очень интересно. Я думаю, нужны для того, чтобы помнить прошлое. В целом, нужно продолжать это обязательно. Когда-то в молодости, может, и гадала. Там что-то с кольцами делали, что-то еще. Я так уже плохо помню из-за этого. Ну, вы не верите? Нет. Конечно, по молодости пацаном был. Ну, там специально калятки пили, гости ходили. Интересно было. А сейчас как-то нету этого. Все вот эти старинные обычаи, они же так и остались. Но что-то уже позабыло. Сейчас молодежь, интернет и все, больше ничего не надо. Нет, не верю. Не веришься? Не гадали никогда? Нет. А как вообще в целом относитесь к этой традиции? Да нейтрально. Ну, кому-то очень нравится. Я думаю, что в целом это, наверное, что-то интересное и таинственное, но просто не по мне. В детстве верил. На картах гадали. Там свечки что-то забрали. Что-то там такое. Ну, давно было. Считалось, есть традиция. Но молодежь сейчас, наверное, не воспринимает что-то как-то. По большому счету. Это бабушки, наши дедушки. И сбывалось, и верили. А сейчас что-то я не вижу, не видел таких людей, чтобы гадали. И мне не с кем. Наверное, верю. Ну, еще девочка. И это воск со свечки, горящей в воду, капал. Еще что? А, сапожок за ворота. Бросали. В какую сторону? Покажет носиком. А то даже не хожди. Важен процесс. Самоудовольствие. Тайны, которые прикасаешься. Это самое главное. Это часть праздника. Традиции. Большинство тверичан знают о гаданиях и даже проводили ритуалы самостоятельно. Старшее поколение больше знает и помнит, как именно гадать в святки, нежели молодежь. Вариантов гаданий множество, но чаще всего в ритуалах используются свечи, зеркала, кольца, блюдце с водой и, конечно же, сапог. Сейчас уже мало кто всерьез относится к подобным предсказаниям. Скорее, это некое развлечение, невинная забава, традиционная часть святочного периода, которую, по мнению тверичан, стоит сохранить, ведь это давно уже часть нашей культуры. Все, наверное, помнят строки великого Василия Жуковского. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. А ведь это было написано ни много ни мало в позапрошлом веке.